Где же моя темноглазая, где Волок, где где где, где Волок, где где, в доме, где резной по лесам. Где же моя темноглазая, где Волок? В разных краях знают теперь эту песню, а в Алакжане любят ее особенно, потому что удивительно точно передали композитор Макраусов и ансамбль Песнеры характер города, негромкую красоту северянки Волок. Расплескалась мелодия в эфире, путешествует по стране, и как давним друзьям едут теперь в Вологда туристы. Может быть, не все знают, что этот город ровесник Москвы. Вот на этом месте в 1147 году и был заложен первый камень городского посада. И назвали город Вологда, что в древности означало светлоокое, ясное. Много славных страниц в русскую историю вписал город. Отправляли в Алакжане ратников и на Куликово поле. Музей под открытым небом. Один из древнейших городов Серебряного кольца России. Бережно хранит он память о годах и людях. Тщательно отреставрированные памятники типичного для севера деревянного зодчества увидишь в разных уголках города. Добрым людям на загляденье стоят украшенные резным кружевом дома. На восхищение и на кольду. Восстановленные в наши годы здания город дарит детям, их клубам, библиотекам, художественным и музыкальным школам. На жизненных примерах лучших своих сыновей космонавта Павла Беляева, трижды герои социалистического труда авиаконструктора Ильюшина, воспитывают в Алакжане свою юную смену. Сегодняшний день в Вологде. Самые примечательные его черта в новостройках. За годы этой пятилетки каждый пятый житель города улучшил свои квартирные условия. Широкие магистрали превратились после реконструкции улицы и проспектов. 25 квадратных метров зеленых насаждений приходится на каждого жителя Вологды. Это один из самых зеленых городов страны. Вот такой сегодня город, где резной полисад.